Всем привет, мои дорогие подписчики! Прежде чем начать свой влог, хочу каждого поблагодарить за ваши добрые, за ваши искренние комментарии, за ваши пожелания. Спасибо вам за ваши поздравления. Было просто невероятно читать все ваши комментарии. Я еще никогда в жизни не получала столько поздравлений, и это безумно приятно. Спасибо вам! И хотела бы рассказать немножко вообще, что у нас сейчас происходит, какой у нас сейчас ритм, как мы поехали в роддом. Так что, если вам интересно, оставайтесь и приятного просмотра. Начну с того, что в четверг, даже нет, не в четверг, а в среду ко мне приехала моя подруга Настя, про которую вы, наверное, уже слышали. Я вам как-то рассказывала, что после нее я обычно еду в роддом. Ну, четыре раза это точно помогало. И к нам приехала Настя в среду со своей дочкой, и в четверг мы решили с Настей просто пойти погулять. У нас была нянечка, она погуляла с детьми, а потом нас отпустила погулять с меня с Настей. В общем, мы решили с Настей поехать в торговый центр, в Мегу. Заодно решили зайти в Икею, ну, вот так вот походить, поесть. В общем, мы очень много ходили по разным магазинам, смотрели, что-то покупали. Как всегда, я думала, зайду себе что-нибудь куплю, но как всегда покупаешь детям. Потом пошли в Икею, набрали целую корзину всего. После чего на кассе поняли, что мы обе практически не взяли уже денег. Уже там осталось у нас мало, и, наверное, я не знаю, оставили совсем немножко вот этих вот покупок. Ну, и взяли, в общем, на что нам хватило. Это вот только с Настей мы так можем ходить в магазин. Ну, и после этого мы уже поехали домой, все уже дома, отпустили нянечку, уже приехал муж с работы. Вместе посидели, поужинали, попили чаек, уже детей спать уложили. Вместе так посидели, поболтали, ну, и все, уже легли спать. В пятницу, это уже получается 3 часа ночи, я проснулась от того, что я просто не могу уснуть. При том, что я заснула где-то в 12, но вот в 3 я проснулась, все, заснуть не могу, уже начинает потихонечку расцветать. Я так лежала где-то до 4 часов 20 минут. В 4.20 я почувствовала, что у меня затвердел живот. Но не как обычно тонус, но вот именно так крепко, так схватило меня. И это, наверное, первый раз за все мои разы, когда я так рано поняла, что все-таки, наверное, это к родам. Потому что обычно твердеет живот, и я как-то думаю, оно не оно, ехать не ехать. Ну, вы помните мои истории, когда я приезжала, в итоге оказалось не рожала. А тут я четко поняла, что очень похоже на роды. Ну, что это схватка. И как раз я встала, было 4.20, пошла, засняла рассвет, который я добавила в видео о том, что я родила. Как раз этот рассвет был в то время, когда я поняла, что мы, скорее всего, рожаем. Ну вот, и после того, как я засняла этот рассвет, я думала, нет, все-таки это не схватка. Я пошла, легла, полежала минут 20, и опять меня схватило. Так вот, сильно, ну, терпимо, но это не просто тонус был. Я уже начала будить мужа, говорю, может быть, уже все, может, уже это, это может быть как раз и схватки. При этом я сама сомневаюсь. Муж говорит, все, давай, поехали, поедем. А у меня же как раз была Настя, и я очень хотела, чтобы именно я не была одна, потому что, ну, как одна, чтобы кто-то был дома помимо меня и мужа, чтобы меня кто-то с мужем отпустил в роддом. В итоге, благо была Настя, я Настю разбудила, и то я ее не сразу разбудила, я вот, после того, как муж говорит, все, давай собираемся, мы оделись, после чего, я думаю, какой-то интервал очень длинный, получалось 15-20 минут между схватками. И в итоге мы оделись, потом после этого, пока там муж уже обувался, я решила раздеться и опять лечь в кровать. Я думаю, нет, это все-таки не схватки, это не хочу я лишний раз опять ехать в роддом. И муж говорит, ну, хорошо, давай подождем. Я так лежу уже под одеялом, начинаю даже засыпать, и опять минут через 20 начинаю схватывать. И тут я уже мужу говорю, все-таки, нет, надо ехать, это, наверное, схватки. Было, наверное, где-то уже 5.30, ближе к 6 утра. Вот так вот я думала, ехать, не ехать. И при том, что были интервалы вот 20 минут, там где-то интервал был 30 минут, то есть не было такого, что интервалы сокращаются, и все это точно в роддом. Я разбудила Настю, я говорю, Настя, кажется, мы рожаем. Все, она нас отпустила, мы уехали, доехали за 10 минут в роддом у нас. На такси ехать недолго, тем более утром, рано, пробок нет. Мы приезжаем, на родов приемной никого нет, все спят. Позвонили, нам открывает медсестра, очень быстро приняла. Она сначала дала нам градусник по мере температуру, заполнила я анкету о том, что я не общалась с теми людьми, кто болел или переболел ковидом. И мне как-то очень быстро оформили, сделали УЗИ и сказали, у меня уже 3 сантиметра. И мне сказали, что все уже в родовую, потому что мне говорят, ну все, давайте, до того, как мне сделали УЗИ, и посмотрели, говорят, все, давайте, пойдемте сейчас посмотрим, и в родовую. Я говорю, нет, давайте вы мне посмотрите, и если что, я поеду обратно домой. Но мне сказали, что все, 3 сантиметра, и я обрадовалась. При этом у меня уже так тряслись руки, очень было как-то страшновато. Все равно страшно, хоть это восьмой раз, но было страшно. Я вышла к мужу, обнялись, все, и меня отвели в родовую. В родовой я была где-то в 7.30. Также схватки у меня были очень редко, через 15-20 минут. И я очень боялась, что все-таки это не рода, что сейчас все прекратится. И опять я пролежу, и меня переведут в патологию. Уже чего я так и не думала. А в соседних боксах, конечно, бедные мамочки, они уже очень сильно кричали. И мне было просто страшно находиться в родовой от того, что я слышала, что происходит за стенами. Еще было очень мало врачей, получается, была только одна кушерочка. В этот момент я лежала пока в родовой, я переписывалась с мужем и с Настей. Также иногда заходила в Ютуб, потом мне стало очень хотеться спать. Я начинала засыпать, но просыпалась от этих вот схваток. Схватки были такие же, как вот дома, так и там. И наконец-то пришла ко мне кушерочка. Сказала, у вас уже 5 сантиметров. Я говорю, вы можете, пожалуйста, от меня далеко не уходить, потому что у меня обычно роды очень стремительные. Я боюсь просто остаться одна. Она мне говорит, что да, вы не переживайте, мы рядом, если что, зовите. Приходит через минут 10, говорит, что у меня уже 7 сантиметров. При этом одновременно вместе со мной рожало еще трое мамочек, у которых было почти полное раскрытие. И принимали роды у них. Я понимала, что если у меня уже 7 сантиметров, то сейчас очень быстро все пойдет стремительно. И мне было очень страшно быть одной без врача. Я слышу, один малышек родился, второй родился. Я уже зову, говорю, позовите доктора, потому что я понимала, что уже все. Приходит доктор, акушерочка, я говорю, уже пора. Я чувствую, что уже вот-вот родится. Мне говорят, ну вы продыхивайте, сейчас мы роды примем, вы продыхивайте, и мы придем. Я так продышала две схватки, и, пожалуй, это, наверное, были самые тяжелые две схватки. Не от того, что было больно, а от того, что я боялась, что я просто сейчас рожу одна, без врачей. И все, наконец-то пришел доктор, все, мы родились, все благополучно, все хорошо. 3,850, мне сразу малыша положили на животик. И вообще, как я родила, сразу малыш был со мной, то есть никуда его не уносили, ну так обтерлили, запеленали, и все, он находился со мной, сразу приложили груди. После этого, а мне поставили окситоцин, после этого меня перевели в палату, на этом этаже, где все рожали, где боксы для родов, еще была палата уже для мамочек, которые родили. То есть там у нас было то двое, то трое, постепенно нас прибавлялось, кого-то увозили уже в послеродовую палату. Меня тоже туда перевели, и про меня немного забыли. Обычно там находится часа два, и переводят уже в послеродовую палату. А я там пробыла, получается, в 9.05 мы родились, туда меня где-то перевели в 10 часов, ну в эту палату, на этом же этаже, где родовые боксы. И я там пробыла до 6 часов. Меня там покормили завтраком, покормили обедом, уже был ужин. Причем других мамочек их уже переводили в послеродовые палаты. Я думаю, почему же меня не переводят, может что-то не так? И как-то я сама, получается, ждала. А оказалось, что в итоге про меня забыли. Забыли, потому что, когда меня перевели в эту палату, со мной, рядом со мной положили мою карту. То есть моя карта была не на посту у них, а со мной. И, соответственно, ну, просто про меня забыли. И когда меня в 6 часов уже поняли, что что-то я там очень долго лежу, меня перевели уже в послеродовое. И это, ой, это было просто такое наслаждение, такая тишина. И вот все, ты уже одна с этим маленьким комочком. И, слава богу, все, все хорошо. Малыш все время находился со мной. Два дня он просто постоянно висел у меня на груди, потому что молочка еще не было. И, конечно, две ночи, и вообще эти два дня как-то мне тяжело долить, потому что хотелось спать. А вроде когда он спит, уже и самой не хочется спать. И как-то, ну, всегда вот первые дни для меня такие непростые. Перестраиваешься, привыкаешь. Ну, потом сейчас все хорошо, молочка много. Малыш, слава богу, спит хорошо. Поест и спит. Там, я не знаю, часа 3-4 точно может спать. Ночью тоже он просыпается на кормлении 2-3 раза. Но я считаю, что я просто отдыхаю. Потому что когда у меня была Ксюшенька, она постоянно ела. Постоянно ей было мало. И как-то это бесконечно бессонные ночи. А тут вроде бы, да, ты встаешь, ты его кормишь, но потом ты ложишься спать. Поэтому я просто пока бодрячком, пока все хорошо. В воскресенье, когда нас выписали, когда муж меня встретил, я так была рада, что нас уже оттуда выписали. Казалось бы, я там была два дня, но я безумно хотела домой. Мы приехали, детки встретили. Они так радовались этому маленькому комочку. Все вокруг него ходили, смотрели. Особенно Кристина. Она очень просто умиляется над малышом. Поэтому, слава богу, да, все хорошо и наконец-то дома. Я могу уже наклоняться, делать все. Могу все делать. И ничего у меня не болит, потому что перед родами у меня уже болела спина. Я долго не могла ходить. И сейчас такой прям прилив сил. Во вторник мы с мужем поехали к моей бабушке с мамой. Дети уже хотели, давно уже ждали, когда они поедут в гости. Поэтому у нас сейчас Тая, Петя и Маша у бабушки с моей мамой в гостях. До субботы. И получается, у нас сейчас всего пять детей дома. И это так мало кажется, вот прям, ну, не хватает. Остальных, ну, это очень ощущается. И мы съездили на этой неделе, как раз у нас все в бегах, туда-сюда. Мы зарегистрировали малыша. Назвали его в честь моего мужа, в честь папочки. Он у нас Сергей Сергеевич. Поэтому, да, свидетельство о рождении мы сделали. Вот такие вот у нас новости. Сейчас мы активно ищем дачу на август. Я очень надеюсь, что нам удастся найти. Потому что вчера уже вроде договорились, нашли очень хорошую дачу. Прям дом на берегу водохранилища. И сначала мужчина согласился, потом узнал. Причем я спросила, а как вы рассматриваете многодетную семью? Он говорит, да, пожалуйста. А потом уже, когда договорились уже о цене, все. Спрашивает, а сколько детей? Мы говорим, ну, как бы восемь. И, конечно, он передумал. Вот. Но, конечно, когда узнают, что детей много, не каждый готов сдать дом, квартиру. Это вот с квартиры нам повезло. Многие спрашивали, как мы сняли вот так вот через знакомых. Потому что иначе, конечно, просто боятся за свое жилье, понятное дело. Вот. Так что вот такие вот у нас новости. По-моему, я все сказала. Сейчас постепенно буду уже входить в колею. Я уже хочу поснимать новые влоги. Опять снимать и готовку, и уборку. Но пока сейчас главное нам найти дачу. Я очень надеюсь, что нам удастся. Потому что хотя бы в августе, чтобы нам выехать. И я еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы так переживаете и пишете. И столько всего добра желаете. Это очень чувствуется. И вот это вот, знаете... Не люблю это слово энергетика, но она это очень ощущается. Это очень приятно. Поэтому спасибо вам всем за вашу такую доброту к нам. Буду с вами прощаться. Малыш у меня спит. Нянечка сейчас гуляет с тремя детьми. А папа с Андрюшей на кухне перевешивают шкафчики. Пытаемся перевесить шкафы на кухне. Так что буду с вами прощаться. Всем пока-пока.